Всем привет! Сегодня поговорим про отзеркаливание манги. Было такой у меня вопрос в ютубе, как можно отзеркалить мангу. Ну я это естественно покажу как это сделать, но потом кое-что добавлю от себя. Так вот, давайте еще поменьше делаю, чтобы вы видели, что я конкретно там провожу какие операции. Вот наша манга, японский оригинал, включая нужный слой, Ctrl-A полностью все выделили, Ctrl-T трансформация, правой клавишей на нее и отразить по горизонтали. Все, манга отзеркаливания, нажимаем Enter, чтобы не вступили в силу, Ctrl-D снимаем выделение и дальше там ластиком стираем, печатаем, ну короче все как должно быть. Вот, это у нас как мы делаем дзеркаливание, в принципе раз-два и готово, но стоит ли это вообще делать? Об этом нужно задуматься очень-очень основательно. Дело в том, что если вы на гугле какого-нибудь, давайте лицо побольше делаем, потому что я больше буду болтать, чем показывать что-то. Значит, если мы где-нибудь напишем одзеркаливание манги, стоит или не стоит, большинство читателей, активно читателей, которые пишут свое мнение в интернете, они пишут, что не стоит, не нужно одзеркаливать мангу, но при этом все равно люди одзеркаливают мангу, потому что считают, что вот японцы, они читают слева, ой, погодите, справа налево, да, а мы читаем слева направо. Тут у меня камера тоже одзеркальная, да, то есть как бы вы как будто бы смотрите на меня, ну, как вы сидите как будто впереди и смотрите на меня. Вот это моя правая рука, это моя левая рука, да, то есть как бы наоборот. Я потом одзеркалю на это сейчас, но сейчас я раз покажу примеры. Я была сегодня в библиотеке и взяла одну мангу одзеркаленную и одну мангу неодзеркальную. Так вот, значит, сейчас покажу, в чем там различие. Значит, у нас, когда у нас есть японская манга неодзеркальная, давайте перевернусь к вам, вот так вот, да, то есть как бы чтобы вы как будто сидите там и смотрите на эту книжечку. Вот тут у нас начало, мы ее открываем и вот так вот читаем, да, читаем с правого угла налево, с правого налево, а вот так мы это дело читаем, все, да. Это у нас стандартная оригинальная японская неодзеркальная манга. Вот здесь у нас конец. В одзеркальной манге книжечка выглядит вот таким вот образом. Она у нас, как сказать, ну, как обычная книжка, в принципе, то есть здесь начало открываем как обычную книжку, как мы все привыкли, читаем это тоже, это самое, сначала вот здесь у нас начинается история, потом идет направо читаем, снова налево-направо, слева-направо, слева-направо и так далее. То есть читать нам вот такую книженцию привычнее, привычнее кому? Нам, да, а мы это кто? Мы это люди, которые никогда в руках не держали мангу. Люди, которые читали уже мангу неодзеркаленную, они настолько привыкли к этой неодзеркальной манге, что им очень неудобно читать одзеркальную мангу, понимаете? То есть люди, которые слышат слово манга, они сразу понимают то, что надо читать сзади, ну, как бы сзади мы начинаем читать и заканчиваем в начале, получается, да? Мы читаем как бы наоборот и как бы в этом как бы есть какая-то своя какая-то изюминка тоже, да? Потому что это что-то такое, это другое, это не комикс какой-то американский, это манга, да? В этом тоже есть такая своя как бы прелесть в этом деле, что мы читаем по-другому, то есть мы все делаем по-другому, это тоже как-то что-то в этом, что-то в этом есть, короче. Вот. Но это как бы не единственное такое объяснение, почему не нужно отзеркаливать мангу. Те люди, которые за отзеркаливание манги, они это дело обосновывают такой теорией, что у нас с левой стороны прошлое, а с правой стороны будущее, да. Давайте я сейчас поменяю камеру, чтобы вы видели, чтобы вот этот право-лево, вы не путались, да, с моими руками. Вот, махать тут буду руками своими. Вот, меняем, отзеркаливаем моё лицо. Теперь вот это вот, моя правая рука с правой стороны экрана, моя левая рука с левой стороны экрана. Так вот, значит, у нас происходит такая ситуация. Этот феномен уже в дизайне тоже используется, в фильмах различных используется, постоянно везде он уже используется, прям прекрасно. И так вот, считается, что, ну, были проведены куча исследований, я даже какую-то статейку тут нашла, я вам ссылочку на эту статейку отправлю, тут ещё и видео, оно подано на английском, ну, вот, если вы английский знаете, то, я думаю, вам будет это интересно послушать тоже, да. То есть, было много очень статистик, было очень много экспериментов, и в результате этого всего было доказано, что движение, если её, допустим, если я отсюда проедусь вот так вот, вот так вот, да, то получается, я как будто бы ушла вперёд. Если же я наоборот отсюда поехала вот так, то как будто бы я возвращаюсь куда-то. То есть, с левой стороны у нас начало, а с правой стороны конец движения. То есть, прогрессивное движение, это движение слева направо получается. Это такая у нас есть теория, которая уже много получила, как сказать, доказательств в этих самых, в статистиках различных, в различных экспериментах. Человек реально считает, что когда у нас есть картинка, где у нас есть движение слева направо, то этот человек движется, то на этой картинке объект, или человек движется вперёд. Если же наоборот, то он возвращается куда-то обратно. То же самое, хотя вот в этой, в этой зеркальной манге получается, да. Сейчас, секундочку, сейчас покажу, давайте обратно поменяю это лево-право своё. Так, лево-право поменяли. Это, чтобы было вам понятно, да. Так, милый дом Чи. Где-то я его тут нашла в... И я его, по-моему, закрыла, нет? Нет, вот он, вот он, милый дом Чи. Я вам картинку сейчас фотографию сюда всуну, чтобы вам понятнее было. Значит, вот у нас отзеркальная манга. В отзеркаль... Нет, давайте в оригинале. В оригинале у нас котята, кошки. То есть главный герой стоит у нас с левой стороны в начале, а его мама и братики, там, да, они уходят вправо. Получается, они куда-то вперёд уходят, оставляя позади нашего малыша, да. Если мы возьмём, посмотрим на картинку отзеркаленную, да, на отзеркаленную картиночку, мы увидим, что получается, что наш персонаж остался впереди, с правой стороны, да, а его мама с братиками и сёстрами, там, они уходят назад, как будто бы. Понимаете? То есть получается, что мы интерпретируем данную картинку совершенно наоборот. Вот. Люди, которые считают, что нужно отзеркаливать пангу, они считают, что вот это вот осознание, где у нас прошлое, где у нас будущее, сейчас давайте снова обратно переверну лицо, чтобы снова право-лево видно было вам, где у меня правая рука, левая рука, правая рука. То есть люди, которые считают, что надо могу отзеркаливать, они отталкиваются от того, что мы как пишем, так и воспринимаем будущее и прошлое. Если мы, европейцы, пишем слева направо, то у нас прошлое слева, будущее вправо. А если японцы пишут справа налево, то у японцев якобы прошлое справа, будущее слева. Но если мы посмотрим на различные графики японские или арабские, или ещё какие-нибудь, мы увидим, что там опять-таки, ну, мы увидим, что у них начало всё равно слева. Они пишут справа налево, но начало в графиках и прочих таких штукенциях у них всегда слева. Я нашла пару графиков таких, сейчас секундочку покажу. График японский. Вот график японский. Тут у нас прошлое, с левой стороны прошлое, с правой стороны будущее. Ну, более прошлое, в смысле более вперёд, короче, время, время лет идёт вперёд. Где у нас ещё какие-то графики? Вот ещё какой-то график с цифрами. Прошлое, там будущее. Тут ещё какой-то график. Прошлое, будущее. Ну, короче, всё время идёт, ну, тенденция как бы идёт туда, в ту сторону, да? Всё время слева направо. Японские графики. Арабские графики. То же самое. Слева начало, справа конец. То есть, это не зависит от того, в какую сторону мы пишем. Далее. Вот эта манга «Школьный переполох». Я её не случайно взяла, потому что, потому что в ней, когда её создавали, японцы, они уже знали, что они как бы рассчитывали на то, чтобы они будут продаваться в Америке, и поэтому у них облачка, видите, они все широкие облачка. Сейчас, секундочку, вы, наверное, не видите, потому что я лицом закрыла, да? Давайте я лицу поменьше опять-таки сделаю. Вот. Вот облачка с текстом у нас более широкие. То есть, обычно японцы пишут справа налево и вот так вот в столбиках, да? Это их стандартное традиционное письмо. Но есть также немножко нестандартное письмо, когда они в строчку пишут. Допустим, здесь у нас как раз-таки такой пример показывается. Это не во всей магии в этой школе, например, так используется, но вот, допустим, здесь показывается. Здесь у нас с левой стороны начинается предложение, и с правой стороны оно заканчивается. У нас письмо идёт в строчку. То есть, когда японцы пишут в строчку, они так же, как и мы, пишут слева направо. Поэтому, если мы вот это дело отзеркали, то это получается вообще какая-то непонятная путаница. Просто зачем отзеркаливать такую мангу? Плюс ко всему, в данной манге, ну и во многих тоже мангах, используются ещё и английские слова. И английские слова, допустим, окей, да? Или, допустим, на другой странице у нас есть песня, она там поётся на английском. Это как бы оригинальная японская страница вот эта вот. Она не переведена на английский. Просто там английскую песню поёт персонаж, и поэтому английскими буквами тут всё и написано. Так вот, здесь также они пишут слева направо. Всё прекрасно, всё хорошо. Читать, конечно, облачка нужно в порядке. Вот это первая очка, это вторая, это третья, но при этом письмо идёт вот так. Когда полностью, конечно, путается получается, но всё равно, я думаю, вам ещё улавливаете мою мысль. Кстати говоря, вот эта мангушка, например, полух, здесь, если мы это дело отзеркалим, то у нас тут есть ещё и ноты, которые тоже у нас перевернутся. То есть, в данном случае, у нас не отзеркальна вот эта картинка. Если мы её будем отзеркаливать, Ctrl-T, давайте покажу, что получится. Вуаля! У нас ноты пишутся в другую сторону. То есть, нам нужно каждую нотку взять и перернуть её обратно. И ещё кое-что, что заметил в этом самом, в этом манге, вот этой, Милу Дон Чи. Во-первых, вот это у нас первый том, а тут вот первый том. Вот это второй том. Видите картинку, да? То есть, в оригинале картинка вот эта, она на первом томе, а немцы решили, что эта картинка должна быть на втором томе. Ну, ладно. Но помимо того, что эта самая картинка, она здесь, посмотрите внимательно на эту картинку. Сейчас, секундочку, где вы тут у нас? Вот. То есть, здесь у нас получается с левой стороны это отзеркальная манга, с левой стороны голова, с правой стороны попа. Смотрим не отзеркальную мангу. С левой стороны голова, с правой стороны попа. Получается, что они обложку здесь они не отзеркалили. То есть, все страницы отзеркальны, а обложка нет. То же самое касается вот этой вот задней картинке. Вот, она точно то же самое. Картинок смотрит как бы, вот эта голова папаши, она с левой стороны. И здесь тоже голова папаши с левой стороны. Обложка не отзеркалена. Вот так вот. Какая тут логика, честно говоря, я не понимаю. Итак, судя по этим графикам, мы понимаем, что у нас наше письмо, привычка письма справа налево, слева направо, не зависит от того, где у нас воспринимается прошлое, а где у нас воспринимается будущее. Это означает, что вот эти вот, когда мы отзеркаливаем мангу, то есть японцы, они, вот сейчас еще раз покажу, вот этот, где у нас картиночка. Вот. Японцы, вот эту картинку, вот эту картинку, они ее, вот, по этой картинке, по оригиналу, видно, что картинок остался позади, а его родные ушли вперед. При отзеркаливании мы данную картинку будем интерпретировать иначе. Мы скажем, что котенок остался где-то впереди, а его родственники, они ушли назад, получается. Помимо вот этой вот фальшивой интерпретации, мы также можем замечать много других ошибок в отзеркальной манге. Например, когда у нас идет такая штучка, там, правша-левша, да, у нас есть персонаж, сейчас я по лицу снова побольше свое сделаю, чтобы наглядно показывать, да, у нас есть персонаж, который, ну, автор решил подчеркнуть, что он левша. То есть он показал кадр, что вот у нас есть человек, он взял какой-то там листочек, и вот он стоит, пишет что-то, да, то есть по этому кадру мы видим, что человек левша, потому что у него ручка или карандашик в правой, ой, в левой руке. Я уже сама путаюсь, я это сама, у меня это частенько такая проблема возникает, право-лево путать. Сложная для меня сегодня тема, потому что это право-лево, ох, не запутаться бы самой. Так вот, значит, по картинке мы четко видим, что этот персонаж левша, но если мы отзеркалим эту картинку, сейчас, секундочку, я вот это, стоя лицо, сейчас тоже отзеркалю, вот, отзеркалила картинку, и что мы видим? Вот это становится как будто бы правая рука моя, да, то есть вот эта вот фишка, что это был левша, она вдруг пропадает. Какая-то несостыковка получается. Далее, когда у нас персонаж, допустим, у него глаз левый закрыт, и в тексте тоже присутствует, там где-то там написано, что, мол, у этого персонажа левый глаз, там что-то там магический какой-нибудь, да, там, вот левый глаз закрыт. Когда мы отзеркаливаем мангу, глаз становится правым, а в тексте остается слово левый. Не состыковка? Не состыковка. Когда мы делаем косплей, вот люди хотят делать косплей по манге. У него чёлка, у меня сейчас чёлка на правую сторону, да, у меня чёлка на правую сторону. Кто-то решил сделать косплей с персонажем, у которого чёлка на правую сторону, но он, это самое, он читал только мангу отзеркальную, и он сделал что? Он сделал косплей с чёлкой в не ту сторону. Тоже несостыковка получается. Дальше где-то я ещё читала такой случай, что, мол, когда было отзеркаливание манги, там у нас произошло то, что якобы кимоно заправлено неправильно. То есть, когда автор рисовал, как он заправлял кимоно своё, я, честно говоря, не знаю, как это правильно заправлять кимоно, там, вот так вот, или же вот так вот, наоборот, честно говоря, не помню. Я тебе читала, но я забыла, честно. Так вот, значит, и автор вроде как нарисовал правильно всё, да, Но при одерегаливании получилось неправильно. В общем, такие мелкие какие-то нюансики происходят, которые вот лево-право наши путают и получают какие-то ошибки небольшие. Либо неправильная импортация сюжета, самому сюжету полностью. Далее что? Ещё стоит отметить то, что вот это вот движение вот лево-право, так, я снова поменяла картинку, да, секундочку. Где у нас вот так вот, да, лево-право, всё. Ещё так же, вот это вот, ну, когда у нас идёт лево-право прогрессивное движение, да, честно говоря, вот это вот движение не всегда используется. Не всегда. А когда рисуется манго, особенно если какой-то там новичок или просто, ну, какой-то, ну, новичок какой-то, который особенно не вникает в эти все мелочи, он может очень много делать ошибок таких, да, то, что, мол, он может право-слево перепутать, то, что человек, допустим, уходит вперёд, а он на самом деле как бы уходит в левую сторону, но это как бы, ну, это мелочи просто какие-то небольшие, да, то есть бывают люди, которые наоборот считают то, что справа у нас прошлое, слева у нас конец, да, я уже путаюсь, но ладно, забейте. Короче, это самое, есть такие люди, которые просто-напросто неосознанно делают ошибки либо же неосознанно делают правильное всё дело. Часто ещё, так как у нас манго, это кадры всё-таки какие-то, да, то там часто всего-то эти право-лево, начало-прошлое пренебрягаются, потому что там просто ставятся персонажи на какое-то место, да, и нужно соблюдать, допустим, ось, где они говорят. Допустим, если я стою здесь, а мой собеседник с этой стороны, мой собеседник с этой стороны, да, то если я вдруг, допустим, вы сейчас видите кадр, как я смотрю в эту сторону своего собеседника, да, если вдруг кадр поменяется, и мой собеседник будет вот так же смотреть в этой стороне, то у нас получается какая-то несоставковка. Вроде бы я смотрела в ту сторону, собеседник тоже смотрит в ту сторону, как будто мы оба смотрим в одну какую-то сторону, но не друг на друга. Когда же, допустим, я смотрю в сторону вот в эту, а мой потом меняется кадр, да, меняется кадр, и видно, что мой собеседник смотрит в эту сторону, то видно, что я смотрю на собеседника, а собеседник смотрит на меня. Получается вот так вот. Фух, и в общем-то постановки вот этих кадров, они тоже в манге присутствуют. Кто-то этим пренебрегает, кто-то, наоборот, этим пользуется. Ну, короче, такие фишки из кинематографа такой больше, из сферы кинематографа. О них сейчас, наверное, не будем говорить, потому что, ну, и так много уже записываю видео про эту тему. Так, что я ещё хотела сказать? А, так вот, с чем это дело может всё-таки связано быть? То есть, если это не связано с письмом, вот это наше восприятие прошлое и будущее, то с чем это может быть связано? Есть много различных теорий. Допустим, кто-то считает, что это связано с тем, что мы по большей части правши, да, то есть мы рисуем всё правой, пишем всё правой рукой. Но, честно говоря, я плохо связь в этом вижу. То есть, как бы, эта теория мне как-то не очень подходит. Ну, я с ней, видишь, не согласна, но как-то она не со стыковки какие-то. А есть ещё какие-то теории про религию. Ну, то, что у нас сердце с левой стороны, оно там, типа, колодится. Колодится оно, когда нам это самое страшное, когда мы влюбляемся, типа, как порочные какие-то мысли, да. И, типа, с левой стороны это какая-то не такая сторона, а правая, там надо и правой слушаться, да, типа такого. То есть, не сердце нужно слушаться, а нашего мозга правого, да. Но, нет, наоборот, короче, забейте. Так, ну, короче, вот эти вот религиозные штукенцы тоже считаю, что тут ни при чём. Эти вот религиозные причины, они как-то больше надуманные какие-то причины. Я считаю, что самая более-менее верная версия, почему слева начало, справа конец, потому что мы так видим солнышко наше. Солнышко! Вот вы выйдете на улицу, посмотрите на солнце, вот лицом смотрите на солнце, и получается, что мы живём на северном полушарии. Большинство людей живёт на северном полушарии, а не на южном. На южном у нас там океаны-океаны, а как бы суши очень мало. Большинство людей живёт в северном полушарии. Получается, что когда мы выходим на улицу, смотрим на солнышко, солнышко где-то больше, ближе к югу находится. Сзади у нас север, там у нас юг, Там у нас восход С левой стороны восход Восход солнца начинается И идёт в сторону заката на запад Идёт движение слева направо Слева направо Я даже специально нашла для вас парочку видео На ютубе тоже сейчас ссылочки для этого скину Так, это у нас движение Звёздного неба В северных широтах Это на Москве примерно То есть широта где-то Москва Примерно вот эти штукенции Полоса, широта Если мы смотрим на север Небо движется слева направо На восток поворачиваемся слева направо На юг поворачиваемся слева направо Давай, поворачивай на запад Слева направо Всё время движется наше небо слева направо То есть звезда была только что тут Через 5 минут она переместилась сюда Движение прошлое Здесь оно было Здесь оно стало Вот оно Вот это мне кажется Есть суть того, что это самое Что у нас происходит в наших головах Если мы посмотрим на карту мира Мы увидим, что Япония Она тоже находится в северной части Полушария нашей земли То есть они также воспринимают Прошлое, будущее, как и мы Потому что у нас солнышко так вот ходит Если же мы будем на экваторе стоять Вот это у нас на экваторе Сейчас, секундочку Покажет он там Нет, не покажешь Нет, не покажет Ну вот здесь вот, допустим, смотрите Вот в эту сторону Вы видите, там всё Не совсем всё Видите? Давайте поменьше немножко сделаю лицо Вот Вот Это у нас Если мы смотрим в сторону севера На экваторе Стоя на экваторе Смотрим на север У нас получается Видите? Движение идёт уже Справа налево Справа налево идёт Поворачиваемся на юг На экваторе стоим Поворачиваемся на юг Видите? Вон там юг у нас Получается там В сторону юга Если смотрим То движение Слева направо То есть тут уже Когда мы стоим на экваторе Тут уже у нас меняется Эта вот штыкенция И, честно говоря, я бы очень хотела найти какие-нибудь статистики, либо, может, опросы какие-нибудь, те, кто живёт на южном полушарии, как они воспринимают вот это вот наше будущее и прошлое, да? Прошлое и будущее, наоборот. Возможно, если вот эта теория верна, да, то получается, что те, кто, ну, коренные жители вот этих вот южного полушария, они будут считать, что тут у нас прошлое, а тут настоящее, тут у нас будущее. То есть у них меняется вот это вот полушарие. Если, допустим, я, допустим, пока что не нашла такой какой-то статистики, либо какого-то качества этого, такой теории, если вы знаете, где это можно найти, почитать, то скиньте, пожалуйста, мне в комментариях, я буду очень рада, потому что мне эта тема интересует, и мне прям хочется узнать что-то именно в этом смысл. Это и есть ключ к разгадке, почему мы считаем здесь начало, а там будущее или конец. Фух, так вот, пойдём, пойдём в небольшие, небольшие, точно небольшие, но вот пойдём в большие-большие итоги. Отзеркаливание манги. Его делать можно, но вопрос только зачем. Большинство читателей против отзеркаливания манги. Чисто на интуитивном уровне они говорят, что я против, почему, не знаю, но просто мне как-то нехорошо, непривычно. Читать, мы привыкли читать слева направо, но если вы много читаете манги, много читаете манги неотзеркальной, и вам вдруг попадается манга отзеркальная в руки, вы вдруг понимаете, что вам неудобно читать отзеркальную мангу. Совершенно неудобно, потому что вы привыкли читать неотзеркальную мангу. Это всё дело привычки, как мы читаем то или иное произведение. Поэтому я считаю, что отзеркаливание манги – это просто-напросто пустая тата времени, которая вызывает кучу мелких недочётов. Левый глаз, правый глаз. Ну, я там уже рассказывала. На этом, пожалуй, всё. Пишите своё мнение в комментариях. Я думаю, что вы будете со мной согласны. Если вы не согласны, то постарайтесь, пожалуйста, обосновать, почему конкретно вы считаете, что антикалиевая манга – это хорошо. Потому что я на сей момент придерживаюсь иного мнения. Всех спасибо за внимание и счастливо!